На этой неделе мы встречали Орланы, ездили с проверкой в Хомск и приобщались с корейской кухней. Это итоги недели. В студии Яков Морозов. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Планируется возобновить движение Южно-Сахалинск-Паранайск. Это будет уже с следующего года. У Орланов пополнение. На Сахалин прибыли дополнительные рельсобусы. Не бунтуют, а защищают свои семьи. Хомские медики написали письмо губернатору и прокуратуру из-за отсутствия средств индивидуальной защиты. Они, конечно, уже изношены. То есть там и трещины в стенах, и изношены электросети. Новоселье будет обязательно. Жители микрорайонов, проголосовавших за переселение, ждут начала работ. На этой неделе состоялась встреча губернатора Валерия Лемаренко с жителями Углегорского района. Беседа проходила в формате онлайн. Главной темой, волнующей большинство местных жителей, стала пандемия. Людей интересовало наличие лекарств в аптеках и то, как справляются с инфекцией островные медучреждения. Также были затронуты и другие темы. Какие, знает Полина Булгакова. Сначала о самом важном. Как и раньше, губернатор начал встречу с жителями Углегорского района с медицины. Этот вопрос волновал граждан всегда, а сейчас он под еще большим контролем. Количество заболевших в стране растет, меры защиты усиливаются, а помощь необходимо оказать всем нуждающимся. Валерий Лемаренко вместе с углегорцами спросил, как справляются с непростым периодом в Сахалинской области. Почему в районе даже нет специального инфекционного отделения? Почему в реанимации, где лежат и так тяжело больные пациенты, так же лежат больные с ковидом? Какие условия создали врачам, медсестрам в Углегорском районе? Посокращали людей и врачи с медсестрами работают на износ. В нынешних условиях новой коронавирусной инфекции механизм работы лечебных учреждений строится как минимум по двум уровням. У нас есть специальные ковидные госпитали и у нас система здравоохранения на местах, в том числе в Углегорске, работает на оказание помощи обычным пациентам, в том числе инфекционного профиля. Если выявляется пациент с ковидом, он изолируется и тут же решается вопрос о его переводе в профильный стационар в город Долинск. Самая большая доля аварийного жилья приходится на отдаленные от центра уголки острова. В Углегорском районе к вопросу о переселении людей в лучшие условия подходят комплексно. В этом году в Углегорске завершают строительство пяти многоквартирных домов. Еще три трехэтажки появятся и в Шахтерске. Сюда сахалинцы переедут до нового года. Однако есть и те, кто с нетерпением ждет переселения, но не знает, когда этот день настанет. Дом признали ветхим. Обещали дать новую квартиру в этом году. Сейчас, говорят, нужно ждать до 2022 года. Как мне быть? Где мне жить? У меня ребенок 4 года. Деревянный, двухэтажный. Значит, обратившись, гражданка не проживает, она уже длительный период в данной квартире, она находится в Южно-Сахалинске. Но могу сообщить, срок ее переселения это 22-й год. Как раз вот она в планах в тот дом, который в 22-м году будет построен. Волновали людей цены на продовольственные товары, наличие спортивных объектов в районе и развитие инфраструктуры. Не обошлось без частных вопросов. Наш дом ремонтируем весны. До сих пор его не сделали. Учитывая то, что все дома делают по 2-3 месяца. Я живу на первом этаже, и на нашем подъезде нет до сих пор дверей. То есть, когда вышел снег, мне пришлось по сугробу заходить в подъезд. Учитывая то, что у меня первый этаж, и в подвале нет дверей, у меня конденсат на кухне. У меня начинают чернеть стены. Когда нам доделают дом? Этой женщине повезло дозвониться до губернатора. Вопрос сразу нашел решение. Двери в подъезд пришли ненадлежащего качества, и теперь их заменят на временный вариант. Новые уже в пути. Валерий Лимаренко поручил за сутки создать жителям дома комфортные условия. Полина Булгакова, телекомпания ОТВ. В Холмский порт на этой неделе прибыли новые «Орланы». Рельсовые автобусы за год эксплуатации в регионе прекрасно себя зарекомендовали, поэтому было принято решение расширить подвижной состав. Вагоны модифицировали с учетом пожеланий сахалинцев. Какая роль отведена новым составом в единой транспортной сети региона, и как островитяне смогут перемещаться не только по области, но и за ее пределами, далее в материале. Сверкающие заводской краской красавцы только что закончили морское путешествие и теперь катятся по суше. Пока, правда, не сами. Их везет маневровый тепловоз. Для того, чтобы новые «Орланы» ввести в эксплуатацию, необходимо пройти целый комплекс процедур. Все оговорено в специальном списке. Прежде всего, нужно будет оснастить их навесным оборудованием. Оно шло отдельно, чтобы не повредилось при транспортировке. Устанавливаем это оборудование, соответственно, проверяем все узлы агрегата на правильность работы, на работоспособность, отсутствие неисправностей, проводим обкатку, соответственно. И комиссионно, в общем-то, принимающая сторона, подписываем акт ввода в эксплуатацию. На столичном заводе Сергей Нагорный трудится вот уже 15 лет. Сопровождал вагоны и по России, и за границу. Говорит, эта партия особенная. Два трёхвагонных рельсобуса и один-двух вагоны сделаны с учётом климатических особенностей островного региона. Во-первых, здесь скорректирован климат-контроль. Зимой можно включить усиленный обогрев, в тёплое время – мощный кондиционер, чего раньше не было. Количество мест в вагоне уменьшили. За счёт этого сами сидения сделали удобнее, шире и мягче. На каждую пару сидений добавлены розетки для зарядки гаджетов. Всё это пожелания пассажиров, которые вот уже год с удовольствием колесят на Орланах по острову. Теперь к уже привычным маршрутам планируют добавить новые. Прежде всего, Орланы полетят в Паранайск и обратно. Но не только. Направление планируется запустить Хомск-Невельск. Там в этом году уже прошла модернизация железнодорожного пути. То есть, на этом направлении тоже планируется запустить новый маршрут. Данные остановочные пункты, которые необходимы будут по направлению Невельск-Хомск, уже определены с администрацией области муниципального образования. Комфортабельный транспорт планируют использовать на дальних маршрутах – из Южно-Сахалинска до Паранайска и Тамари. Также один подвижной состав будет курсировать на западном побережье острова. Технику рассчитывают пустить на линию уже в декабре. Новые рельсобусы – это только часть преобразований, которые ждут единую транспортную систему региона. Активное развитие идет на всех фронтах и по всем направлениям. Транспортная система Сахалина и Курильских островов – это четыре составляющих. Это море, это железная дорога, авиация, ну и, конечно, автомобильный транспорт. В этом году, скорее всего, будет обновление и подвижного состава дальнего следования. Это вагоны современные, оборудованные всем необходимым для комфортного, так сказать, передвижения. Я думаю, что наши жители и гости островов, конечно, оценят новый подвижной состав. Железная дорога закрывает большинство потребностей жителей Сахалина. Не составит ли она конкуренцию новой авиакомпании «Тайга», которая тоже собирается летать в малые города региона? Это комплексная, взаимодополняющая транспортная схема. И поэтому я считаю, что не конкуренция, а дополнение одной транспортной составляющей другой. Ведь если говорить о малой авиации, да, авиации местного назначения, то это воздушные суда небольшой вместимости, это до 19 человек. И регулярность не такая большая, как у ежедневных поездов. Единая транспортная система в регионе – это, конечно, хорошо и удобно. Но всем ли будут по карману такие путешествия? Все пригородные, внутренние перевозки, они требуют все-таки государственной поддержки. Ну, делается это для чего? Мы не поддерживаем транспорт как таковой, мы поддерживаем пользователей, то есть наших пассажиров, чтобы они со своей платежеспособностью могли приобрести билет, ну, не в ущерб, так сказать, общему бюджету. Пока наведут только отдельные составляющие транспортной системы. Появляются новые самолеты, поезда, морские суда. Будут ли они взаимодействовать между собой? Чем более скоординированы все виды транспорта, тем удобнее для пассажиров. Во-первых, в отдельных видах транспорта отдельная составляющая лучше развита. Например, в авиации одно развито лучше, в железной дороге другое. Мы их сейчас пытаемся интегрировать в одну единую систему. Единая транспортная система теперь позволит пассажирам выбирать оптимальный путь из района в район с использованием различных видов транспорта. Правительство региона, в свою очередь, делает все, чтобы путешествия внутри региона и за его пределами, были не только комфортными, но и доступными. Вера Рудакова, Яков Морозов, Юрий Рыжов, телекомпания ВТВ. Нешуточный скандал разгорелся на этой неделе в Хомске. Врачам местной больницы приходится работать в опасных условиях. По их словам, не соблюдается мера безопасности. Часть медиков уже находится на изоляции. У них подтвердили коронавирус. Связано ли это с отсутствием средств защиты или нет, выясняла наша съемочная группа. В нашей машинке стиральной стираются одноразовые халаты, которые были только что использованы в работе с пациентами, потенциально зараженными ковидом. Врач Хомска скорой помощи Тимофей Ивашкин уверяет, такая картина каждый день. Костюмов не хватает, одноразовое оборудование используется повторно. Это одноразовый метал, это назальный катетер, это катетер, через который ковидному пациенту, то есть потенциально зараженному ковидом, поступает кислород в носовую полость. Данные катетеры одноразовые должны утилизироваться после использования. У нас они, опять же, также обрабатываются и используются повторно. По словам медика, защитный костюм выдали один на месяц. Всем врачам ковидных бригад приходится подписать свой и стирать после каждого выезда в стиральной машине. Такую же ситуацию описывают медсестры реанимации Хомской ЦРБ. Работать невозможно. Просто работать нечем. Мы реально работаем голыми руками. Нет ненормальных перчаток, стерильных вообще недостаточно. Нет достаточного количества антисептика. С нас требуют многое, а это ничего не выделяется, ничего не дается. Дается в очень ограниченном количестве. Этого не хватает. 30 медиков Хомской ЦРБ написали коллективное письмо губернатору Сахалинской области, где жалуются и на отсутствие выплат, и рассказывают про случаи заражения медиков от ковидных пациентов. По их словам, сейчас на домашнем карантине находятся 11 сотрудников реанимации. На ряду со мной еще 10 сотрудников получили такой диагноз и находятся также на больничном. Один из наших докторов в тяжелом состоянии проходит лечение в Долинской ЦРБ. Еще двое получили такой диагноз, как полисегментарная пневмония. И у одного из них 25% поражения легких. Медики уверены, заразились на работе, ведь в реанимацию больные поступают в тяжелом состоянии. За сегодняшний день, за сегодняшнее утро поступило три пневмонии. Вот они у нас одну перевели в Долинск, и две вот сейчас лежат. Женщина и мужчина. Мы себя подвергаем. Мы вот работаем вот так, это нормально. Приезжают за больным, которые увозят в Долинск, они полностью обмонировали. Мы вот как есть, мы его отдаем. Вот такие мы работаем сутками, мы так работаем. Решить конфликт был направлен областной Минздрав. Главный внештатный эпидемиолог Сахалинской области парирует. Долинская ЦРБ – официальный ковидный госпиталь, так называемая «красная зона». Реанимация в Хомске – нет. У нас все больницы работают в таком режиме. И областная, и областная детская, и онкология, и городская больница Анкудинова, и все районные больницы работают таким образом. Но у хомских врачей раскол и внутри реанимации. Другие медики информацию своих коллег не подтверждают. Вот, пожалуйста, перчатки даются в достаточном количестве. Это то, что осталось на подразделение, на две комнаты, экстренная клиническая служба, плановая экстренная биохимическая служба. Если нам этого будет недостаточно, мы подаем дополнительные деньги. Это рядовые вопросы, и всегда можно решить. Региональное министерство здравоохранения обещает провести тщательную проверку, в том числе эпидемиологическое расследование, и выяснить, заразились ли медики именно от тех пациентов, которых лечили. Согласно журналам учета, за последние 20 дней в реанимацию не поступило ни одного подтвержденного ковидного больного. Пока на сегодня сказать более четко о том, что действительно в отделении сейчас нет 10-дневного запаса, как я уже сказала, дезинфицирующих средств, и средств индивидуальной защиты, это действительно так. Поэтому сейчас мы будем заниматься, во-первых, восполнением. Это связано с тем, что несвоевременно были дозаявлены необходимые расходные материалы. За комментарием мы обратились к главному врачу Холмской ЦРБ Светлане Мищенко по телефону. Для меня такой шок был. Вы что, у меня... Вот я говорю, я 43 года в одной больнице проработала. Причем много человек в этом отделении, которые работают с очень давних лет. И меня это настолько поразило. Если бы я с кем-то пыталась, если бы я их не встречалась с ними, отказывала им, в любое время они могут ко мне прийти. По словам главного врача, 29 ноября в больницу поставят 3000 одноразовых комбинезонов. Областной Минздрав сообщает о покупке 32 обеззараживающих ламп. Они уже в пути. Причиной конфликта Минздрав назвал низкую организацию руководства медучреждения и дистанцию в общении с медперсоналом. Министерство не снимает с себя ответственности за доведение адекватной информации до всех. Что такое ковидный инфекционный госпиталь? Что такое инфекционное отделение? Что такое работа кое-к по двойному назначению? Кому положена полная защита в случае работы в красной зоне? Кому положены респираторы? Кому положены разовые халаты? Вот это все мы сейчас занимаемся, но тем не менее обеспечение каждого лечебного учреждения есть. Мы доставляем это сейчас. Окончательную точку в этом вопросе должна поставить прокуратура. По словам медиков, туда также было направлено коллективное обращение. Екатерина Федорова, Данил Поршуков, Юрий Рыжов, Алексей Вершинский. Телекомпания ОТВ. Концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами, даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких. На Сахалине запустили сервис доступная-дефис-цена.рф На этом сайте можно увидеть цены на основные продукты во всех районах острова. Телеканал ОТВ Сахалин ознакомился с его функциями. Давайте и мы разберемся, как с ним работать. Во-первых, заходим на портал доступная-дефис-цена.рф Затем выбираем продукт, который нас интересует. Определяемся с районом-населенным пунктом. В результате этих действий находим лучшее ценовое предложение и адрес, где можно купить. Итак, в поле нашего зрения из потребительской корзины попали следующие продукты. Вермишель, молоко, огурцы свежие, рис шлифованный. Подходи, налетай, вермишель покупай. Обыкновенная любительская и паутинка. На любой вкус и кошелек. Где подешевле – не вопрос. В Южно-Скалинске есть один магазинчик 4 сезона. Там за пачку просят 46 рублей. А вот в паранайской новинке макаронное изделие обойдется на 9 рублей дороже. Цены немного кусаются в Хомске и Вахе. От 66 до 150 рублей. Вечная проблема отцов и детей, но все одинаково любят молоко питьевое, цельное, пастеризованное. В магазине социальный Хомска литр обойдется в 52 рубля. 4 сезона из столицы области сбывают товар за 55 р. А в паранайской Татьяне молочко 62 рублика. А на самом севере нашего острова самый доступный вариант в Сахалинском фермере – 75. Не радует ли она? Видимо, в Ахе на лугах пасутся альпийские коровы. 125 рублей. Однако... Заелись совсем. Огурцы котикам предлагают, а между тем тариф на овощ идет на взлет. Что поделаешь, перешли на зимний режим до следующей уборочной. Итак, добро пожаловать в Аху, в магазин Лиана. Там, говорят, по 80 остались. В областном центре, в Лайме, килограммчик можно купить за 120 рублей. А Хомский столичный и отдел социальный Паранайска торгуют по 162. Но дань платится натураю – рисом, который выше всех сортов и даже японского. Иван Гончаров. Путевые заметки фрегат Паллада. Итак, рис шлифованный, сорт высший. По традиции называют тройку призеров с выгодным прайсом. Первый – Южно-Сахалинск, второй – Холмск. И с небольшой накруткой бронзу завоевал Паранайск. Все, что не досказал, найдете на сайте доступная.дефисцена.рф. Всем вкусных выходных. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. Переезжать в другой район не придется. В Южно-Сахалинске продолжается обновление жилого фонда. В областном центре готовятся к запуску пилотного проекта. Согласно документу, большое переселение пока коснется нескольких микрорайонов. В том числе четвертого, где большинство домов еще сталинской малоэтажной постройки. Что послужило главной причиной безопасность, необходимость расселения большого количества жильцов или эстетическая составляющая, выяснял Евгений Коньков. Все старое, лестница, полы скрипят, они прогибаются. Жительница четвертого микрорайона Марина Василевская показывает состояние своей двухэтажки. Стены осыпаются, деревянные полы в подъезде гуляют под ногами. Женщина считает, что их дом доживает последние годы. И если не съехать в ближайшее время самим, то, возможно, скоро придется эвакуироваться. Но при этом покидать сам микрорайон Сахалинка не хочет. Это микрорайон самый чистый, рядом парк, сопки, горный воздух, близко до каждого социального здания, больницы, поликлиники, аптека. Такого же мнения придерживаются многие жители четверки. Больше всего люди боятся, что из-за старости сталинки просто рухнут при очередном колебании земной коры. Они, конечно, уже изношены. То есть там и трещины в стенах, и изношены электросети, и коммуникации, и канализации, вот это все. И капитальным ремонтом здесь вопрос не решить. Ну, конечно, мы бы хотели остаться в пределах района. То есть это одно из основных условий, при которых мы бы согласились на какие-то обновления в нашем микрорайоне. Как рассказали представители муниципальных властей, безопасность жителей и стала главной причиной глобальной перестройки. Ни одно из зданий в этом жилмассиве не выдерживает никакой критики по сейсмоустойчивости. В Черемушках и в восьмом микрорайоне ситуация схожая. При этом чиновники заявляют, люди останутся жить в тех же местах, где и жили. Просто переедут в новые дома, но в границах своего района. Уникальность нашего опыта, в отличие от всех остальных российских городов, тем, что жители участвуют в выборе того, каким они хотят видеть свой микрорайон. Не на стадии, когда уже сделаны какие-то проектные решения, а на стадии, когда формировалось техническое задание. Есть и те, кто не хочет переезжать из старых, но привычных квартир в новые. Как правило, это жильцы домов, которые были капитально отремонтированы. Лично меня, например, устраивает проживание в этом районе и проживание в том доме, в котором я живу. Несмотря на то, что это дом 53-го года постройки, он в отличном состоянии. Один из аргументов противников обновления жилфонда – нежелание видеть в своем районе многоэтажки. Власти, в свою очередь, заявляют – высотки позволят заселить в несколько раз больше людей. При такой нехватке жилья в Южно-Сахалинске этот шаг вполне обоснован. Евгений Коньков, Алексей Вершинский, телекомпания ОТВ. Она изобилует овощами, разными видами рыбы, поэтому блюда в ней считаются полезными и сбалансированными. В процессе приготовления этой национальной еды ингредиенты подбираются так, чтобы почти любое из блюд можно было подать с вареным рисом или с продуктами, которые помогают перевариванию жирного мяса, чаще всего свинины. Речь идет, правильно, о корейской кухне. Мой коллега и кулинар по совместительству Владимир Ильин сейчас раскроет несколько секретов. Несколько лет мы трудимся в издательском доме бок о бок. Я и подумать не мог, что моя коллега Екатерина Чеголькова родом не из наших краев. За три года на Сахалине журналистка ни разу не пробовала блюда корейской кухни. Узнав эту новость, я не задумываясь, пригласил девушку на необычный ужин. Бульгоги. Пожалуй, каждый сахалинец слышал это название, но далеко не все умеют его готовить. Давайте начнем. Это блюдо мы сделаем сами. Во многих корейских ресторанах для таких случаев есть специальные жаровни. Да, это гриб, лук репчатый и само, собственно, пульгоги. Ты знаешь вообще, что это такое? Мясо корейское. Пульгоги – это говядина, но замаринована. Замаринована она специфическим способом. Рецепт я тебе расскажу чуть позже. В переводе с корейского пульгоги означает «огненное мясо». Название происходит от способа приготовления на открытом огне. Существуют разнообразные вариации из говядины, курицы и свинины. Главное – правильно замариновать. Сколько ему нужно жарить? Ты знаешь, Кать, вот чем мне нравится корейская кухня, так это тем, что все блюда готовятся очень быстро. То есть, заметь, очень тоненькими ломтиками нарезано мясо, плюс оно еще маринованное, поэтому жарить, ну, буквально с каждой стороны по одной минутке. Каждому блюду непременно подают пончаны – национальные корейские салаты. Для островитян блюда вполне привычны. Посмотрим, что скажет моя коллега. Возьми гриб и готовь. Ну, такое. Ну и как тебе вкусовая палитра? На что похоже? На упаковку от чего-то. Итак, все готово, можно пробовать. Бери кусочек мяса, макай. Теперь кушай. И капустой потом закусывай. Екатерина оценила приятный и нежный вкус мяса. Говядина буквально тает во рту. Я решил узнать рецепт из первых уст. Ворвался на кухню и не оставил выбора шефу. Под натиском назойливого телеведущего кулинар приоткрыла тайну ресторана. Ну, Надежда, раскройте нам секрет пульгоги и зрителям, которые захотят приготовить такую красоту. А вы знаете, кунжутное масло, запишите. Давайте. На пульгоги. Кунжутное масло? Да. Дальше. Лук репчатый. Лук зеленый. И идет у нас соус. Чеснок, сахар. И туда бульон добавляется. Говяжий бульон. И яйца желток. Вот это тайна. Это фирменный рецепт. Друзья, эксклюзив. А что он придает? Особых вкус. Да. И, наверное, вот эта румяная корочка, которая как раз-таки... Задается, да. Это желток, да. Ингредиенты добавляем в мясо. Тщательно перемешиваем, маринуем сутки и можно наслаждаться. Друзья, шеф-повар Надежда открыла нам секрет приготовления пульгоги. И все бежим в магазин, покупаем ингредиенты и готовим. Правильно? Спасибо вам огромное. Благодарю аппетиту. Спасибо большое вам. Обязательно желток. И обязательно желток. Да. Приятных и вкусных выходных, друзья. Для вас работали Владимир Ильин, Екатерина Щеголькова, Дмитрий Клировский и телекомпания ОТВ. Это то, чем нам запомнилась уходящая неделя. Какое будет следующее, поживем, увидим. Я желаю вам крепкого здоровья и запоминающихся выходных. В студии был Яков Морозов. До встречи через 7 дней.